Здравствуйте! В 2012 году Кирилл Ладыгин в третий раз выиграл гонку «Звезд за рулем» и по правилам соревнования получил главный приз «Хрустальную шину» в пожизненное владение. Этот приз был изготовлен в 1984 году на заводе в городе Гусь-Хрустальный. Приз весомый и в прямом, и переносном, в смысле этого слова. Вес награды 10 килограмм. И этот приз, как говорят все гонщики, обладает необыкновенной энергетикой. Ведь имена всех победителей гонки «Звезд за рулем», начиная с 1978 года, выгравированы на ней. В этом году у организаторов стояла главная задача сделать новый переходящий приз. Завод в Гусь-Хрустальном уже не работает, а награда должна выглядеть достойно. Ведь неизвестно, у скольких гонщиков она побывает, прежде чем найдет своего владельца. Новая шина отлита в единственном экземпляре из бронзы, и ее вес также около 10 килограммов. В центре скульптуры шина как напоминание, что с первой гонки шины были главной наградой победителю. Звезды олицетворяют состав участников. И самое главное, на специальной табличке перечислены все победители. В этом году ближе всех к новому заветному трофею подобрались Сергей Успенский и Тимур Судрединов, который имеет свои копилки по две победы. Но главным действующим лицом остается Кирилл Ладыгин. Он уже вписал свое имя в историю российского автоспорта, получив хрустальную шину. Но останавливаться на этом не собирается. Есть облегчение, что она у меня, что когда я выиграл два раза, и надо было третий раз выиграть, мне было намного сложнее, намного волнительнее. Вот поэтому теперь уже как-то, уже не те ощущения, не те чувства. Но все равно охота дальше бороться. По традиции гонка «Звезд за рулем» проходит 23 февраля на Центральном московском ипподроме. В этом году она юбилейная. Прошло 35 лет с первой гонки в далеком 78-м. Это большой срок для любого соревнования. Что изменилось с самой первой гонки? Что до сих пор притягивает спортсменов, некоторые из которых никогда в своей гоночной карьере не участвуют в ледовых соревнованиях? Почему некоторые специально готовятся к этому событию? Становится ли гонка «Звезд» годами интереснее и лучше? Или просто все идет по накатанной? В первую очередь это пауза в кольцевой жизни, в кольцевой карьере. Короткая зимняя. И, конечно, хочется гонок, хочется адреналина. Я сюда приезжаю именно зарядиться, подпитаться собственными эмоциями, чувствами. Ну и порадовать друзей, потому что редко приходится в России выступать. У кого-то задача высшие спортивные достижения, чемпионат. Здесь же очень много гонщиков, которые, я даже не знаю, где они ездят. Они звезды. Первостепенно – это, конечно, праздник. И второстепенно – это соревнования. Хотя многие считают, что это сначала гонка. Нет, это все-таки встреча старых друзей. С некоторыми людьми мы увидимся здесь только раз в год. Здесь интересно участвовать, потому что собирается много именитых спортсменов. Интересна борьба практически в равных условиях. И приносит очень много удовольствия, потому что много знакомых, много знакомых лиц. Это общение и гонки. Я считаю, что данное мероприятие собирает самых лучших, из лучших, скажем так. То есть состав всегда на этой гонке очень сильный, так как все-таки не зря ему дали такое название «Гонка звезд». Поэтому принимать участие, а тем более победить – очень здорово. Планы – не сдаваться, не расслабляться. Полная концентрация. Поэтому все соперники очень сильные. Придется бороться за выход в финал. Не нравится мне одно, что система несправедливая. Не все сильные попадут в финал. Накануне прошли квалификационные заезды, по результатам которых спортсмены отбираются в 4 полуфинала. Стартует на автомобилях, которые подготовлены по требованиям Чемпионата России по зимним трековым гонкам. Продолжительность заезда – 15 минут. К сожалению, квалификация не позволяет максимально объективно отобрать сильнейших соперников. Уже здесь некоторые спортсмены обращаются к небольшим хитростям. Можно не очень хорошо выступить в квалификации, чтобы попасть в слабую группу. И там легко выиграть заезд. Или биться с самого начала. По правилам, из двух полуфиналов, где гонщики показали более слабые результаты квалификации, в финал выходит по одному пилоту, из двух других – по два. В группах Ц и Д сразу стало видно явного лидера, который, скорее всего, и победит. А вот группы А и Б больше напоминают группы смерти. Почти все участники имеют шансы на попадание в финал. А значит, и битва будет достойной. Честно говоря, для меня чуть-чуть еще сложновато. Время неважное. Можно ехать быстрее. Ну, как получается, уж так и есть. Машина готова, с ней все в порядке, все работает. Квалификация тоже успешная. У нас хорошая позиция на старте. Ну, а дальше все покажет гонка, потому что и под ром, как говорят, все дело скользкое. Главное в зимних трековых гонках, а именно к этой автоспортивной дисциплине относится и гонка «Звезды рулем» – это четкий старт. Ты едешь первым, впереди чистая трасса, ты задаешь условия тем, кто позади. Но если старт проигран, то шансов пробиться с восьмого на первое место практически нет. Снежная пыль, которая поднимается из-под колес впереди идущих автомобилей, застилает полностью весь обзор. И нужно уметь ориентироваться по малейшим точкам, которые периодически возникают сквозь пыль. Удалось найти себе ориентиры на брустверах, те точки, откуда начинается торможение и вход автомобилем в поворот. Но в пыли главный ориентир, наверное, все-таки бампер впереди идущего автомобиля. Здесь покрытие, оно не требует какой-то великой мощности, потому что и колеса серийные, и выкатывается в лед трасса, поэтому мощность особо здесь не нужна. Здесь нужно именно пилотирование. Техника, в принципе, уравнивает всех. Длина трассы, по которой проходит гонка «Звезды рулем» – 1800 метров. Ширина от 20 до 28 метров. Всего два левых поворота. И во время гонки все участники едут против часовой стрелки. Как и предполагалось, в группе «С» Сергей Успенский с легкостью уехал почти на полкруга от остальных претендентов и выиграл заезд. А вот в группах «А» и «Б» борьба была бескомпромиссной и очень зрелищной. За это многие и любят трековые гонки. Перевороты, вылеты в бруствер, обгоны – все это происходит прямо у тебя на глазах. И здесь героем стал Алексей Васильев, который, как говорят спортсмены, словил крышу, но встал на колеса и даже смог выиграть заезд. На этой гонке «Звезд», так же, как и в 1978 году, проходил исторический парад раллийных автомобилей. Но если 30 лет назад это были автомобили 50-х, 60-х годов, то сейчас это автомобили 70-х, 80-х годов выпуска. Организатором парада выступил Александр Кириллов, представляющий Музей истории советского ралли. Совершить круг почета на исторических спортивных автомобилях «Москвит-408», «412», «2137» и «ВАЗ-2101», «21013» приехали 15 ветеранов советского автоспорта, больше половины из которых – участники предыдущих гонок «Звезд». Здесь есть несколько автомобилей, на которых раньше мы выступали, есть автомобили, построенные просто с нуля, так сказать, но построенные точно по тем же чертежам, из тех же деталей, мало того, на той же производственной базе, на которой мы это делали 30 лет назад. Гонка «Звезд за рулем» образца 2013 года продолжается. В качестве приглашенных «Звезд» приехали пилоты «Формулы-1» Кими Райканен и Шарль Пик. Они принимают участие в суперфинальных заездах с победителем гонки «Звезд за рулем». Это мой первый опыт, и, конечно, ощущения совершенно отличные от тех, которые я испытываю на привычной трассе «Формулы-1». Это было весело и позитивно, да и машины показали себя достаточно хорошо. Для финальных заездов участникам предоставляются автомобили «Рено Логан». Это абсолютно стандартные автомобили. Здесь изменена подвеска, поставлены спортивные пружины, спортивные амортизаторы, поставлена защита двигателя. Но и изменился салон. Убрали все ненужное, поставили каркас безопасности, гоночный руль, гоночное сиденье и ремни. А вот суперфинальные заезды гонщики, победители гонки «Звезд за рулем» и приглашенные «Звезды Формулы-1» должны были провести на автомобилях «Рено Дастер». Но Киме Райканину настолько понравился наш «Логан», что он отказался ехать на «Дастере» и суперфинальный заезд проедет на этом же автомобиле. В финал по результатам полуфиналов вышли Сергей Успенский, Кирилл Ладыгин, Дмитрий Брагин, Алексей Васильев, Владимир Шишенин и Михаил Скрипников. Все шесть финалистов на автомобилях «Рено» стартуют в шести заездах по три круга каждой. В каждом следующем заезде водители смещаются на одну дорожку, то есть каждый из участников примет старт с разных позиций, что обеспечивает всем равные шансы. В этот раз финальные заезды превратились в между собой, между давними соперниками, когда-то выступавшими за одну команду Волжского автомобильного завода, Кириллом Ладыгином и Дмитрием Брагином. Четыре гонки выигрывает Брагин, две – Ладыгин. Но судьи аннулируют результат Дмитрия во второй гонке. На видео видно, что во время старта свет на машине Дмитрия включен и исправен, но вот уже через полкруга фары не горят. Напомним, что автомобили предоставляют организаторы, механики каждого пилота только проверяют их перед заездами. Но невозможно проверить весь автомобиль. Что же это было? Техническая неисправность или маленькая хитрость? Выключение ближнего света фар дает почти незаметную прибавку мощности для обычного автомобиля на твердом покрытии. Но ее сможет почувствовать опытный гонщик, пилотируя маломощную машину на льду, и воспользоваться этим. Видимо, по ходу гонки, что-то там контакты, может, отходили, и потом мы поправили контакты после этого заезда. Все, проблем больше нет. Ну, я не знаю, я же сижу внутри, у меня горит лампочка, что свет горит, а я уж не знаю, как горит, не горит. Дмитрий Брагин не смог привести аргументов, подтверждающих его правоту. И гонку уже в четвертый раз выигрывает Кирилл Ладыгин. Дмитрий Брагин становится вторым, Алексей Васильев – третьим. Вначале неудачно, я уже думал, все, я третьим иду, в финал не попадаю. Тут ломается у Коли Карамышева машина, я становлюсь вторым, я попадаю в финал, а в финале опять тоже удачно. Дмитрий Брагин в одну калитку всех проезжает, я у него два старта выиграл, две гонки выиграл. По итогам он и должен был выиграть, но ему аннулируют заезд, судя, и я становлюсь пять первым. Вот сегодня везучий день. Возможно, победной энергией и невероятной удачей его заряжает выигранная в прошлом году хрустальная шина. На гонку Кирилл приехал с одним, а уезжает уже с двумя трофеями. Правда, бронзовая шина у него во временном пользовании. В 2014-м нужно будет вновь подтверждать право на владение призом. Что ж, посмотрим, кому будет благоволить удача в следующем году. Ведь, несмотря на недовольство со стороны спортсменов и составом участников, и спортивной составляющей соревнований, и судейством, Журнал «За рулем» планирует и дальше проводить эту гонку, а пилоты из разных автоспортивных дисциплин приезжают и в ней участвовать. А так как пока альтернативы этому мероприятию нет, в следующем году мы вновь соберемся 23 февраля на Центральном московском ипподроме, чтобы увидеть это действие своими глазами. С вами была Анна Завершинская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова